Приветствую всех на нашем вебинаре. Собственно, сегодняшний вебинар имеет своей целью показать вам максимально практические примеры использования средств автоматизации и диспетчеризации CARL. И, в частности, я хочу показать, как создавать веб-интерфейсы для наших средств диспетчеризации с помощью среды C-Web, которая для этого и предназначена. О чем я хотел рассказать? Как я уже сказал, в целом этот мой вебинар будет максимально практическим, но все-таки сначала я должен рассказать некоторые, скажем так, вводные слова. Пару слов о компании CARL, для того, чтобы было понятно, что мы из себя представляем и почему, скажем так, именно с нами стоят работы части автоматизации. Мы изначально итальянская компания, у нас по всей планете 7 заводов. Мы не очень большая компания, у нас всего порядка 1300 человек, но мы производим довольно большую номенклатуру продукции, как в штуках, так и в артикулах. Ну и, соответственно, основная функция представительства «Моя Калика» и «Моя» – это обеспечивать техническую поддержку нашим заказчикам, вам, нашим клиентам в плане применения нашего оборудования. Очень важно, что одним из 7 заводов является российское производство оборудования CARL. И в этом смысле я особенно хочу это подчеркнуть, потому что для России важно, чтобы преимущественно применялось оборудование отечественных производителей. И в части нашей компании у нас развито производство наиболее востребованной номенклатуры оборудования, в частности, свободно программированных контроллеров СИПИКа и увлажнителей с погружными электродами серии UE. В целом, номенклатура CARL включает в себя четыре основные группы. Это автоматика для вентиляции и кондиционирования холодильного оборудования, оборудование для системы диспетчеризации и решение для интернета вещей, такое модное нынче направление, системы увлажнения воздуха. И с покупкой год назад компании «Рекуператор» мы теперь стали еще поставщиком рекуператоров. Теперь CARL максимально полно, скажем так, закрывает задачи компании, которые занимаются производством, монтажом, пусконаладкой, сервисным обслуживанием климатического оборудования, прежде всего вентиляционных систем. Но мы сегодня будем говорить, поскольку я планировал говорить о системах актуализации и диспетчеризации, скажу пару слов именно о этих группах нашего товара. Прежде всего, линейка свободно программированного контроллера СИПИКа является абсолютно оптимальным решением для построения системы автоматизации промышленного климатического оборудования. И на этом слайде представлены основные компоненты этой линейки. Я не буду подробно останавливаться, разумеется, на деталях этого оборудования, потому что уже были вебинары на эту тему, есть документация, обращайтесь на все вопросы, ответим. Но просто, как говорится, поясняю, что основным нашим продуктом в части автоматизации являются свободно программированные контроллеры. И на данный момент, с 2013 года, это линейка СИПИКу. Далее. В части диспетчеризации мы предлагаем, одно из наших решений, которое мы предлагаем, это серверы системы диспетчеризации. Такие программно-аппаратные комплексы, в частности, БОС, то, что вы видите на этом слайде, это компьютер с предустановленной скадой системой, который, будучи приобретенным, уже практически готов к развертыванию системы диспетчеризации. То есть не надо устанавливать какие-то отдельные скады. Кады на него, все необходимые компоненты, включая веб-сервер, в нем имеются. В результате поддержки протоколов на БОС и БОКНЕТ вы можете интегрировать с помощью такого сервера, вы можете построить с помощью такого сервера систему диспетчеризации разных, разного масштаба. И в сегодняшнем своем рассказе, разумеется, буду касаться способов кастомизации беб-интерфейса БОСа. Далее, если мы говорим о задачах, когда оборудование расположено не в одном месте, а распределено по обширной территории, когда нужно дать возможность сервисным компаниям заниматься сервисным обслуживанием распределенного оборудования, для этой цели мы предлагаем облачный сервис диспетчеризации, он называется ТЕР. Те компании, которые уже используют его, знают, что это такое, ну вот, соответственно, вам, уважаемые коллеги, поясню. Смысл в том, что наши современные, наиболее современные наши контроллеры имеют в своем составе, в составе своей программной инфраструктуры, уже имеют необходимые программные компоненты для того, чтобы напрямую, без каких-либо промежуточных серверов, интегрироваться в систему диспетчеризации, в частности, в облачный сервис ТЕР. То есть смысл в том, что, имея контроллер СИПИКа на объекте, вы можете иметь диспетчеризацию множества объектов, подключаясь, используя для этого только браузер, в случае которого вы подключаетесь к порталу ТЕР. Я по ходу своего рассказа, разумеется, в том числе покажу, как это работает. И сейчас не буду дальше детально объяснять, просто по ходу демонстрации вам многие вещи станут более понятными. Далее. Следующим, скажем так, шагом вперед, шагом в плане развития наших средств автоматизации и диспетчеризации, стало добавление возможности управления нашим оборудованием, прежде всего, наиболее новых контроллеров, наиболее современных, скажем так, линеек, привезла возможность управления таким оборудованием с помощью мобильного приложения. Эти приложения, их у нас несколько, они имеют несколько разную целевую аудиторию, но смысл в том, что пользователь, желающий управлять оборудованием из приложения, ему больше не нужно создавать самому, собственно, приложение. Ему не нужно заниматься программированием для Android, ему не нужно думать о том, как разместить приложения в магазине ресурсов, в магазине приложений Android или iOS. Наша компания сделала платформу, сделала готовое приложение, которое уже доступно для скачивания соответствующих ресурсов, угловских или эпловских, а визуализация, контент, как мы называем, то есть, грубо говоря, кнопки, стрелки и прочие элементы индикации управления, которые пользователь хочет видеть на своем мобильном телефоне, они появляются внутри экрана приложения в зависимости от того, к какому контроллеру телефон подключен в данный момент. Подключение к контроллерам полевым, с помощью апплики и контроллера может осуществляться по беспроводным интерфейсам, NFC, Bluetooth, Wi-Fi и некоторыми другими способами. Тоже об этом я дальше буду рассказывать чуть более подробно и покажу, как это работает и как, собственно, делать, как кастомизировать интерфейс апплики и контроллера. Значит, ну и так, сводно с того, что я сказал выше, такую сводную, скажем так, мысль дам. Если мы, в зависимости от того, в каком масштабе, в объекте какого масштаба мы говорим, мы предлагаем разные варианты, скажем так, решений, задачи автоматизации и диспетчатизации этого объекта. Если объект маленький, если на нем, грубо говоря, только одна установка, то достаточно поставить один, ну, достаточно оснастить эту установку одним контроллером CPI, который имеет уже все необходимые на борту средства подключения удаленного управления. И все, диспетчатизация уже готова, потому что контроллер сам себе может быть диспетчатизированным. Если у нас объект побольше, в частности, вот в нашем случае, то до 300 полевых контроллеров. Мы используем сервер диспетчатизации BOSS. В этом случае мы подключаем все полевые контроллеры к BOSS, и пользователь подключается уже, в свою очередь, к BOSS, к его интерфейсу, и видит всю необходимую информацию в едином интерфейсе. Далее. Если мы имеем дело с сетью объектов, с отправочными станциями, с сетью магазинов и так далее, самое логичное – это использовать облачный сервис Terra, ну и, разумеется, свободно программированные контроллеры CPI на полевом уровне. В этом случае достигается оптимальный баланс, скажем так, капитальных и эксплуатационных затрат такой системы диспетчеризации. И таким еще дополнительным бонусом ко всему этому оборудованию становятся мобильные приложения, которые позволяют подключаться к оборудованию как при нахождении непосредственно объектов, так и удаленно, в зависимости от того, как сконфигурированы полевые системы и какие возможности есть у пользователей данного конкретного. Вот. Далее. Конкретно говоря о контроллере CPI, собственно, сегодня я вам хочу показать некоторые примеры конфигурирования бэб-интерфейсов контроллеров. Я это планирую сделать с помощью небольшого стендика у меня на столе, он есть, я потом его покажу с помощью отдельной камеры, когда нужно будет показать, что происходит физически с моим оборудованием, такой на самоизоляции, собранный из того, что был стенд. Этот стенд содержит контроллер CPI, который я буду разными путями, скажем так, диспетчеризировать. И первый путь, который у нас есть, это когда мы, используя браузер в компьютере, подключаемся к контроллеру с помощью, подключаемся к встроенному веб-серверу контроллера и видим ту картинку, тот веб-интерфейс, который мы создали, который на данный момент имеет место загружен в контроллер, непосредственно в контроллер. Таким образом, мы можем подключаться как локально, внутри локальной сети, так и удаленно, при соответствующей настройке параметров и безопасности, параметры безопасности данной сети, то есть сети, в которой находится управляемое оборудование. Таким образом, мы решаем задачу диспетчеризации небольших объектов. Далее, если у нас объекты, как я говорил, уже побольше, тогда у нас возникает босс, и тогда наш контроллер общается с сервером, контроллеры, все наши контроллеры на объекте общаются с боссом по локальной сети, либо по RS-475, либо по Ethernet, и протоколы могут использоваться МОБАС или БАКНЕТ. Разумеется, для инженеров понятно, что не обязательно, чтобы контроллеры были Карл, конечно, правильно, чтобы был Карл, но теоретически могут быть и сторонние контроллеры. Для интеграции сторонних контроллеров в босс есть соответствующие программные утилиты, это абсолютно реально. При наличии, разумеется, информации о таблице переменных того приложения, которое загрузено в контроллер. И связь между контроллерами и боссом происходит по коммуникационному протоколу, общего потребительному, а взаимодействие между боссом и пользовательским компьютером осуществляется вновь через браузер. То есть клиент, диспетчер подключается к боссу по его IP-адресу, вводит свои логины и пароли и получает возможность видеть оборудование, подключенное к боссу и управлять им. Это еще один путь, скажем так, получения информации с полевого контроллера. Далее. Если мы используем оборочный сервис Terra, то здесь уже используется встроенный в операционную систему контроллера в протокол, который обеспечивает коммуникации между контроллером и Terra напрямую. Еще очень важно, что для коммуникации между контроллером и Terra не нужен статический IP-адрес на объекте. Это очень сильно упрощает строение сети на объектах. Потому что, как вы понимаете, статический IP-адрес требует дополнительного бюджета. И, соответственно, информация, полученная Terra из контроллера, она вновь попадает в компьютер диспетчера через веб-сервер, который веб-интерфейс Terra. Понятно, естественно, что облачный сервер диспетчеризации имеет в своем составе веб-интерфейс, через который мы подключаемся к нему. Причем не обязательно это делать компьютером, это может быть мобильное устройство, мобильный телефон, или смартфон, или планшет. Но понятно, что не всегда удобно использовать браузер, особенно когда идет речь про мобильные телефоны, мобильные устройства. И особенно когда речь идет про конечных заказчиков, которые хотят управлять своим оборудованием с максимально удобным для них образом, для таких клиентов браузер – это несколько сложноватый инструмент. Для сотрудников сервисных служб тоже гораздо удобнее было бы иметь возможность подключаться к оборудованию в чистом виде, с помощью приложения, а не с помощью браузера, потому что в приложении мы можем сделать максимально удобный, никуда не слежающий интерфейс. И вот ответом на это понимание стала Аплика, о которой я уже упомянул выше. Соответственно, возникает мобильное приложение. Взаимодействие между контроллером и Апликой происходит, вернее, Аплика взаимодействует с оборудованием Carle, двумя, скажем так, путями. Во-первых, телефон, когда мы подключаем его к тому или иному беспроводному интерфейсу, через который мы можем видеть контроллер, телефон запрашивает, вернее, приложение в телефоне, Аплика запрашивает определенную информацию о том, что за приложение находится в контроллере. И после этого Аплика обращается к облачному сервису, который является частью нашей облачной инфраструктуры, и получает для данного приложения информацию, что, собственно, отображать, контент. То есть какая визуализация, какие кнопки, стрелки, какая информация должна отображаться для данного приложения. Естественно, все это решает разработчик, и то, что будет отображаться в приложении, определяется полностью его фантазией и, скажем так, креативом. Что я дальше и покажу, собственно. И в итоге мы получаем такую вот неочевидную, с одной стороны, но очень, на самом деле, прозрачную и понятную, когда с этим уже свыкнешься, скажем так, структуру взаимодействия. То есть имея вот такую структуру, теоретически или даже практически, мы можем взаимодействовать с контроллером сразу всеми этими путями. Они друг друга не исключают. То есть мы можем подключиться и напрямую к встроенному веб-серверу контроллера, и к веб-серверу BOSS, к которому подключен тот же самый контроллер, и видеть информацию от этого же самого контроллера, только уже, знаете, на другом окошке, в окошке интерфейса BOSS. Мы можем видеть информацию из этого же самого контроллера через теру, если он подключен к ней, а он может быть одновременно подключен к тере. Тут очень важно понимать, что коммуникационные возможности контроллера в CPIC, они очень широкие, и мы совершенно спокойно, не мы, а контроллер наш, совершенно спокойно, штатно, легитимно, скажем так, отзывается на сразу множество мастеров, сразу множество ресурсов, которые запрашивают у них информацию, ну, при соответствующей, разумеется, настройке. Но это совершенно штатные встроенные функции, и ничего особенного, ну, скажем так, для нас, для нашего оборудования, ничего особенного в этом нет. Так вот, одновременно один и тот же контроллер может быть связан с BOSS, с терой, одновременно он может показывать свой собственный веб-сервер, и одновременно с ним может работать в приложении. То есть в итоге, что я в итоге, надеюсь, и показать вам по ходу сегодняшнего семинара, это то, что в итоге мы, нажав кнопку, условно, на приложении, включим какое-нибудь, проведем какое-то изменение в работе контроллера, и это станет видно через все остальные каналы, и наоборот. То есть на самом деле, в каком-то смысле, цель моего сегодняшнего рассказа это открытым текстом, такими простыми словами показать, объяснить вам, насколько широкие коммуникационные возможности есть у нашего оборудования, и как ими можно пользоваться. Ну и, собственно, для того, чтобы в каждом из этих элементов управления возник кастомный веб-интерфейс, то есть тот веб-интерфейс, который хочет видеть клиент, причем, в том числе, разный интерфейс для разных пользователей, для диспетчера может быть один, для конечного заказчика может быть другим. Так вот, для того, чтобы создать этот интерфейс, служит тот самый C-Web, название которого вынесено в тему сегодняшнего вебинара. То есть мы создаем кастомные веб-интерфейсы, одной и той же средой разработки для всех наших средств диспетчеризаций современных. Итак, да, ну и, собственно, вот такая краткая информация, что такое C-Web. C-Web – это редактор карт, мы называем карт, такая терминология. Значит, мы говорим, C-Web – это редактор карт для средств диспетчеризации, автоматизации диспетчеризации, BOSS, Terra, CPIC и приложений, апплика и контролла. В чем ценность C-Web? Это кроссплатформный интерфейс, совершенно неважно, из какого устройства мы будем подключаться к веб-интерфейсу, разработанному с помощью C-Web. В C-Web встроена довольно-таки приличная номенклатура библиотек разного рода виджетов для визуализации работы оборудования, в том числе виджетов, типичный для оборудования климатического разного рода, мотора, вентилятора и прочее. Ну, и к необходимости можно делать свои виджеты. Вот, это вводная информация, а сейчас я хочу, собственно, показать физически, конкретно, прям живьем, некоторые примеры работы с C-Web. Ну, для начала, для начала я так, чтобы было понятно, о чем речь, я покажу, покажу, у меня тут застендик, чтобы было понятно, что мы потом в итоге увидим. Сейчас я тут нажму кнопку, чтобы камера показала. Так, ну, вот, сейчас, да, ну, вы, по идее, должны видеть, сейчас я тут уберу. Так, ну, вы должны видеть картинку, картинку, которую показывает камера. То есть у меня здесь такой вот комплект из контроллера, CP, в котором уже загрожено, разумеется, определенное приложение, я, конечно, подготовился, кое-что тут нарисовал специально заранее. Далее, у меня есть небольшой терминал настенный, который я использую в качестве источника информации для контроллера. Значит, с этого терминала поступает информация о температуре и влажности контроллера. Далее, у меня есть такой небольшой стендик с дискретными входами-выходами, чтобы можно было увидеть работу контроллера. Мы видим на мартиметре, можем посмотреть выходной сигнал аналогового выхода, чтобы понять, что у нас там происходит в контроллере. И у меня здесь имеется вот такой сервер-босс, который, собственно, тоже будет использоваться в моей демонстрации. Пока я это дело сверну и покажу, сделаю вот чего. Значит, так, я открою C-Web. Дальше будет такая практическая демонстрация. Открою C-Web и запущу C-Web, открою проект для контроллера C-PICON. Ну, он тоже заранее подготовленный, конечно, но и он, конечно, будет простым. То, что я буду показывать, это такие простые очень визуализации будут, но, понятное дело, за полтора часа много не понарисуешь такого глубинного, с одной стороны. А с другой стороны, ну, все-таки моя задача – показать вам концепцию. А конкретный тренинг по работе с оборудованием – это отдельная история. Мы, разумеется, будем рады видеть вас на наших тренингах. Итак, у меня здесь есть дерево проекта, и я в этом дереве проекта открываю страницу, пока пустую, на которой хочу изобразить какой-то интерфейс пользователя. На данный момент я делаю веб-интерфейс для самого контроллера, непосредственно для C-PICON. Я возьму, у меня там есть, соответственно, температура, датчика МТЦ, терминалу HT, уставка. Я вот эти вот все параметры вытащу и сделаю так, чтобы они были видны в контроле. Ну, из библиотеки возьму соответствующие элементы визуализации. Например, для визуализации температуры я использую такой виджет. Для визуализации влажности я использую, например, вот такой виджет. Опять же, дело непринципиально как-то будет выглядеть. Главная концепция. Далее, для управления, изменения уставки я использую такой вот слайдер. Ну, и мне еще нужно будет показать, наверное, выходной сигнал PID-а. В приложении контроллер есть пропорциональный грандифинциальный регулятор. И вот я хочу его показать. Кроме того, у меня здесь есть два дискретных хода, два дискретных выхода, которые тоже хочется им пощелкать. Ну, это у нас, соответственно, в разделе дискретных элементов. И, соответственно, светодиод я поставлю на переключатели. То есть, переключатели у меня на стенде. А здесь мы будем видеть результат переключений. Два такие вот. Я лучше скопирую, чтобы размер был одинаковый. Вот так вот сделаем. Вот, чтобы они были одинаковые. И два еще, две кнопки поставлю для того, чтобы можно было переключать, менять состояние дискретных выходов. Так, я их сделаю. Нет, лучше вот так. Вот, значит. И, соответственно, тоже сделаю. Вот, у меня есть два дискретных выхода, поэтому поставлю два. Итак, теперь нам надо, как это делается во всех средах разработки такого рода, нам нужно связать наши виджеты с переменными, которые мы хотим, чтобы отображались на этих виджетах. Ну, сюда мы подключим переменную под названием NTC, температура датчика NTC. Это у нас будет влажность терминала THT. Подозреваю, что влажность сейчас будет повышенная. Кстати, у меня за окном плюс 30 градусов было на момент начала мероприятия. Так, THT, humidity. Уставку температуры мы подключим вот сюда. THT, temperature set point. Она еще связана, на самом деле, с крутилкой на дисплее, на терминале THT. Виджет, шкалу, мы ее прикрутим к выходу PID. Выход PID, PID out. И, наконец, вот эти вот дискретные элементы, их свяжем с соответствующими дискретными величинами. Соответственно, верхние два – это статус свитчей. Свитчей, да. Это свитчи, переключатели. А, соответственно, два нижних, значит, два верхних – это свитч 1 и свитч 2. И нижние – это, соответственно, реле 1 и 2. Так они у меня называются. Вот. Ну и последнее, что нам нужно будет сделать, это немножко там поднастроить диапазон всех наших элементов, потому что понятно, что по умолчанию, вот, например, этот элемент, он имеет диапазон от нуля до 100. Да, ну, конечно, для температуры от нуля доставит не очень такой интересный диапазон. Мы его сделаем более подходящий, 18-35. Для влажности мы тоже сделаем, допустим, 10-90. А для уставки тоже сделаем 18-35, поскольку эта уставка все-таки температура. Для выхода ПИДа я делаю обычно не от нуля, но вот так, от нуля, от единички до 99. Здесь, а здесь единственное, я поменяю цвет. Просто у меня левый выключатель, он красный. Я его сделаю, чтобы он был красным. Когда включаться будет. Правый он зеленый, не меняем ничего. Значит, а релюшки левая красная тоже, лампочка имеет в виду красная. А правая синяя, чтобы была видна связь. Вот. В принципе, это достаточно. Сохраняем. И для того, чтобы загрузить готовый проект в контроллер, нам, на самом деле, ничего особо делать не надо, кроме того, чтобы нажать кнопку Distribute. И, собственно, сейчас вот наша визуализация загрузилась в контроллер, непосредственно в контроллер, который у меня здесь на столе лежит. Собственно, чтобы увидеть, что получилось, мы идем в, допустим, вот сюда. И IP-адрес контроллера у меня 55-й. Единственное, что надо историю почистить. Здесь такое правило есть, что нужно после загрузки нового интерфейса почистить историю. И тогда сразу отобразится новая картинка. Вот. Вот мы увидели. Увидели. А, немножко, видите, индикатор PID-а, там цвет нужно поправить, он черный. Черные метки не показались, потому что в параметрах этого виджета нужно поправить цвет. Ну, не поправить, в смысле, а выбрать тот, который нужно. Ну, понятно, что, я надеюсь, это не принципиально, сейчас этого делать не буду. Разумеется, если я это сделал, штрихи здесь, отметки, они поприсутствовали. Так вот, теперь вот, если снова вернуться к камере и показать, что происходит с моим этим самым оборудованием. Допустим, я вот так камеру поставлю, а вот так поставлю, например, окно браузера. И, значит, соответственно, если вы видите, да, вот сейчас включены красный, синий, и зелененький тумблер тоже вверх стоит. И температуру вот в помещении 26,9. Значит, допустим, беру вот так, щелкаю, выключился, выключился, один, одна релюшка погасла, сделал вот так, погасла другая. То есть сейчас я нажимаю на экране веб-интерфейсе контроллера, и, собственно, происходит видимое переключение. Например, если я теперь переключу тумблер, вот этот зеленый, вниз, он погаснет. Красный включу вверх, у меня сейчас запищит контроллер, потому что это тревога, специально не сделано, чтобы была тревога по первому выключателю. Вот второй включил, он тоже включился. Ну и, соответственно, понятно, что если я сейчас поменяю уставку, или покручу, например, ее на терминале, вот меняется уставка здесь, и, кстати, пополз, видите, ПИД вниз пополз, потому что ПИД на охлаждение, и как только я приблизил уставку к текущей температуре, соответственно, выходной сигнал ПИДа стал уменьшаться. Ну, могу еще подышать на датчик влажности, но я надеюсь, что понятно, что происходит. Значит, вот мы сделали интерфейс пользователя таким образом, довольно быстро и непринужденно для контроллера как такового. То есть это мы сейчас видим в веб-интерфейс самого вот этого контроллера непосредственно. И, кстати, еще интересная вещь, или кто знает, кто работает с нашим оборудованием, это знает, но я вот сейчас покажу очень полезную одну функцию, которая является также встроенной функцией наших контроллеров. Значит, вот сюда я вот пойду. Вот, мы можем видеть экран контроллера тоже через браузер, причем независимо от кастомного интерфейса. То есть кастомный интерфейс он сам по себе, а, значит, встроенная возможность отображения информации с экрана контроллера сама по себе. То есть, видите, я сейчас могу, например, нажимаю кнопки на контроллере, и, соответственно, видно, что то же самое видно и через браузер. Это специально сделано для того, чтобы инженеры имели возможность работать с привычным им, в привычном им виде, с нашим оборудованием. Смысл в том, что... Сейчас я покажу снова вот это. Дело в том, что наши штатные дисплеи, PGD, они называются... Они очень привычны клиентам, и, как говорится, те, кто работает с Карлом, просто уже привыкли нажимать эти шесть кнопочек. Справа вверх, верхний центр, слева там PRG, аларм и escape. И, соответственно, вот эта визуализация в браузере, она, как не трудно догадаться, повторяет эту форму дисплея и делает возможным, удобным образом управлять оборудованием через веб-интерфейс. Это мы сейчас сделали с вами веб-интерфейс для контроллера. Давайте пойдем дальше. Как я уже сказал, мы можем то же самое сделать и для... Не, не то же самое, а тем же самым инструментом с помощью, значит, MCWeb мы можем сделать веб-интерфейс для босса. Вот для этого босса. Значит, я открою, соответственно, другой проект, который мне подготовлен для босса. Запущу его. И сделаем, ну, условно говоря, примерно то же самое, те же там, того же смысла элементы индикации, вытащим на рабочее поле и зальем уже в босс свою очередь. Вот, значит, идем в босс. Ну, тут понятно, все то же самое на вид. В момент ноль, когда ничего не сконфигурировано, то тоже пустая страница. То же самое берем. Ну, я надеюсь, вас не утомите. Все-таки стараюсь делать быстро. И, с одной стороны, быстро, с другой стороны, объясняю, что происходит. А с третьей стороны, не сильно много наворачиваю, так сказать, элементов, индикации, чтобы вас это не утомило, чтобы вам было, надеюсь, интересно. Значит, ну что, делаем то же самое. Берем какой-нибудь другой же, например, можно взять термометр вот такой вот, например. Его мы прикрутим опять же. Ну, я поставлю их в те же места, чтобы потом можно было, глядя на разные окошки, чисто визуально понимать, что одна и та же информация происходит, отображается в разных местах. Значит, здесь у нас, соответственно, тоже доступные переменные также видны. Они немножко по-другому вывели, потому что импорт переменных в босс происходит по-своему. Но суть та же самая. Мы имеем, соответственно, температуру, допустим, где-нибудь там НТЦ-шную температуру. Тоже я сразу ее сделаю 18-35, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу. Раз. Два. Значит, влажность, другой сделаем виджет широкий и с меньшим количеством штрихов. Ну, суть та же самая, но просто для разнообразия. Сюда прикрутим влажность, сюда прикрутим влажность, влажность сюда, так, влажность сюда прикрутим и сделаем ее 10-90. Вот. Сделали. Теперь тоже уставку поменять нам надо. Давайте уставку сделаем вертикальный слайдер для разнообразия. Сюда прикрутим уставку. Уставка. Тоже от 18-35, чтобы было осмысленно что-то такое понятное. Вот. Ну, понятно, что сейчас пока, это в лунтайме будет, то есть у нас 35, сейчас он показывает такие. Абстрактные значения. Далее. Далее. Можно, допустим, вот такой виджет взять для PID. Для выхода PID. Кстати, надо будет вам потом показать, что вольты на выходе соответствующего аналогового выхода контроллера, соответственно, соответствуют тому, что показывает PID. Тому, что показывает индикатор. Так, это мы сделали. И также вот две кнопки, две-два выключателя. Так, ну, допустим, можно взять кнопку, ну, допустим, вот такую кнопку. Они не очень красивые, но тоже ничего. Значит, это у нас будет кнопка раз. Это у нас будет кнопка для одного. Для одного реле. Да, это у нас реле. Так, и здесь... Сейчас, сори. Да, вот. Я еще напишу там вкл. Вкл, чтобы было по-человечески понятно, что происходит с кнопкой. И, соответственно, скопируем кнопку и прикручу к ней второй реле. Вот. И, соответственно, лампочки. Лампочки под выключатели. Где-нибудь там у меня пуля. Ой, вы знаете, я, кажется, извиняюсь, я, кажется, немножко, чуть-чуть, извините, я немножко не то сделал. Я не те кнопки взял. Это не те кнопки, пардон, пардон, пардон. Это кнопки немножко более хитрые, которые для другой цели служат. Вот такие кнопки нужно сделать. Из другого раздела. Извините. Значит, сюда мы прикрутим реле 1 и напишем все-таки вкл. Вкл. Вот. Скопируем, чтобы меньше дел делать. И заменим здесь на второй реле. Вот. И, соответственно, лампочки какие-нибудь возьмем. Что у нас тут есть? Ну, допустим, квадратные. Вот. Ну, я буквально первые попавшиеся беру. Это у нас Digitals. Digitals – это у нас статус тумблера, да. Статус тумблера 1. И, соответственно, статус тумблера 2. Я даже их не выравниваю, потому что, ну, сейчас это не принципиально. Хотя, конечно, можно выравнивать, разумеется. Статус тумблера 2. Вот. И цвет тоже поменяю. Значит, здесь у меня красный. Здесь у меня зеленый. Здесь у меня это самое. А, это кнопка не меняет цвет. Ну, ладно, нормально. Что-то в таком духе. Значит, сохранили. Здесь мы делаем тоже дистрибьют. Но для босса механизм, скажем так, загрузки готового интерфейса в босс немножко другой. Здесь нужно взять папку, куда это все было экспортировано. Сделать из нее архив zip. В этой документации все прописано. Вот. Дальше идем в босс сам. Кстати, вот это босс. Сейчас я про него еще пару слов скажу, что к чему тут. Значит, идем в босс. Берем конфигура системной страницы. Настройка. Импорт SVG-карты. И находим то место, куда я положил этот самый свой результат работы. Экспорт вот. Делаем импорт карты. И идем сюда. И видим, что что-то похожее на то, что я сейчас рисовал, появилось на экране. Тоже вот сейчас, допустим, камеру покажу. Где у нас тут камера? И вот сюда перетащу босс. Подрастяну его. Значит, ну тоже вот сейчас, допустим, вот так щелкну. Выключу один сигнал. Одно реле. Выключу другое реле. То есть это чуточку дольше происходит, чем с контроллером. Ну, в общем, тоже все нормально. Выключил оба тумблера. Они погасли. И, например, теперь можно одновременно... Сейчас погаснет. Должен погаснуть. Значит, и... А, кстати, я обещал показать, что выход ПИДа соответствует тому, что на экране. Ну, вот, допустим, сейчас там 14%, 14%, соответственно, 1,4 вольта. Вот они. Ну, как понимаете, да, от 0 до 10 вольт выход. Сейчас вот 1,4 вольта – это 14%. Все по-честному. Далее, ну, как вы уже понимаете, если я сейчас подвигаю уставку, тоже она поменяется в боссе, ну, и наоборот. Понятно. Диалогия понятна. Двигаемся дальше, чтобы все успеть и чтобы вас не очень утомить. А, да, обещал про босс сказать. В боссе мы имеем по умолчанию интерфейс, который представляет собой вот такое табличное отображение, значит, контроллеров, подключенных к боссу. И на этот табличный вид, он не требует никакой отрисовки. То есть просто при добавлении чудного контроллера информация о нем, его изображение. В данном случае я сделал контроллер, да, устройство ОВОГ-вебинар специально создал, чтобы было понятно, что я специально сделал для этого мероприятия. И, значит, мы видим какие-то параметры, которые мы захотели видеть вместе с изображением этого контроллера. Если контроллер, значит, все нормально, в нем тревог нет, то вокруг него зеленый кружочек. Если не отзывается, вот сейчас у меня два контроллера, вот эти конфигурированные, не подключены к боссу, серый кружочек. Если тревога, то будет красный, если отключен принудительный контроллер, то будет синий кружочек. Такая вот визуализация такого общего статуса установки. И еще раз подчеркиваю, необходимости до отрисовки этой страницы нет, она генерируется автоматически при подключении очередного устройства. Там можно настроить, какие параметры будут видны на первой странице, но общая идея, что для того, чтобы запустить систему диспетчеризации, пускай наладчику почти ничего, почти ничего не надо делать. Но если возникает необходимость сделать кастомную визуализацию, то мы делаем вот то, что я сейчас сделал, рисуем карту, и эта карта появляется в виде вот такого интерфейса, условно говоря, не такого, а более красивого, но уже здесь мы показываем состояние нашего оборудования в каком-то там виде, который может быть более понятен, удобен для клиента. Кроме того, что мы можем видеть несколько переменных, это мы, разумеется, можем видеть эти переменные в виде графиков, одновременно здесь вот красная зона отображается, когда была тревога, если она была, ну, у меня долгое время, сегодня ночью, скажем так, статус тревоги был включен, поэтому здесь красная такая зона. Это потому, что это специально так сделано, типа, графики графиками, там, параметры имели такие-то значения, но это все происходило еще на фоне некой тревоги. И сейчас у меня недавно тревога была, потому что я включал красный тумблер. Так выглядит BOSS. Далее, далее, TERA. Давайте быстренько сделаем для TERA то же самое. Значит, закрываю лишние C-web, уже теперь нам не очень нужные, и открываю следующий проект C-web уже, но для TERA. Для TERA. Все то же самое, только загружать будем в другое место. Итак, TERA. Вот у нас страница пустая пока снова. И снова я сейчас по-быстрому сделаю сюда некоторое количество индикаторов разных. Допустим, вот синий со шкалой индикаторов температуры. Ну, влажности я, наверное, даже уже и не буду делать. Допустим, вот такой индикатор для выхода PID. Вот такой, ну, опять же, первый попавшийся регулятор слайдер для изменения вставки. И, соответственно, дискретные булевые лампочки. Одну и друг неровно сжал. Нехорошо. Чтобы ровный круг был, нужно контрол держать. Вот, значит, сделали две лампочки и свитч. Ну, как вот такой свитч поставим. Чекбокс, он будет у нас свитч. Так будет выглядеть. Вот. И, соответственно, прикручиваем их к соответствующим переменам. Значит, текущую температуру связываем с температурой, как ее звать, потерялся НТЦ. И сразу делаем 18.35. Далее. Здесь у нас выход PID. Выход PID. От 1.299. Уставка. Уставка. От 18 до 35. И лампочки. Лампочки, соответственно. Лампочки. Первая свитч. Статус тумблера 1. У меня красный. Когда статус. И второй тумблер. Он у нас зеленый. Статус тумблера 2. Зеленый. И, соответственно, кнопки. Переключатели для реле. Статус реле 1. Он у меня красный. Ярко красный он будет. И второй. Это реле 2. Статус реле 2. Он у меня будет синий. Какой-то синий. Тоже все окей. Достаточно этого. Делаем дистрибьют. То есть выгружаем наш проект. Здесь механизм загрузки в саму TERU. Он аналогичный тому, как это делается в BOSS. Мы идем в папку, куда выгрузился проект. Это дело архивируем в zip. И идем в TERU. Теперь мы увидим TERU. Это демонстрационный раздел TERU, где находятся игрушечные объекты, которые не опасно трогать. Не боевые объекты клиентов. Каждый прямоугольник – это один объект. В нем может быть множество более одного контроллера. Это не обязательно физический объект. Это некое логическое объединение оборудования. Что у меня тут есть в этом объекте? У меня здесь два контроллера. Один как раз называется вебинар. Я специально подготовил для эпикселей. Обозвал специально. Вот у меня графики какие-то, влажность, температура и так далее. Что интересно в плане TERU. Прежде чем загружать визуализацию кастома, обращу ваше внимание, что помимо графиков, текущих значений переменных, в отношении обновления программного испечения контроллера через TERU, здесь также есть возможность видеть веб-интерфейс, штатный веб-интерфейс контроллера, который отображает экран контроллера. TERU не такая стремительная, она и не должна быть такой. Некоторое время проходит, прежде чем обновляется информация. Но в итоге она обновляет. Сейчас я это вам покажу. И вот, прогружается дисплей. Это штатная функция, она не требует никакого конфигурирования, программирования. Мы просто видим экран контроллера. Точно так же, как до сих пор я делал. Смотрите, сейчас сдвину в сторонку экран, чтобы так вот сейчас обновиться, нужно в размерах. Вот. И, допустим, я нажимаю здесь кнопки. Допустим, так вот. Curl, Vcle. Ну, видно, что происходит одно и то же. Ну и довольно динамично. Это тот же самый контроллер. И из TERU мы его видим точно так же, как из любого другого места. Итак, чтобы добавить сюда нашу визуализацию, мы идем в раздел «Администратор». Здесь есть специальное меню, пользовательские страницы. И вот этот вот вебинар, который подготовлен заранее, мы подгружаем заранее подготовленный архив, вернее, только что мною подготовленный архив, значит, визуализации. Делаем экспорт-импорт. И дальше, если мы выгрузили кастомную визуализацию в TERU, то помимо страниц с графиками, и помимо страницы с интерфейсом, с видом экрана контроллера, у нас появится страница с вот этой самой кастомной визуализацией нашей в разделе того контроллера, который мы хотим видеть. Допустим, в данном случае это вот вебинар. Появляется такая вкладка «Обзор», и в ней будет наша кастомная визуализация. Ну, она какое-то время. Подгружается. Как я уже сказал, TERU, она такая не мгновенная, но вполне нормальная с точки зрения скорости. Сейчас обновится информация. Загрузилась, и сейчас через несколько секунд статус обновится. Ну вот, мы видим, что у нас включены... Сейчас я включу обратно камеру, которая через какое-то время по таймаму отоградится. И покажу вам, что и в данном случае тоже все работает. Так, куда он у меня делся? Так, пардон, чего у меня не видно? Так, извините. Так, что-то у меня камера в какой-то странный режим впала. Не буду сейчас разбираться, но можем сделать как. Вы уже представляете, из чего состоит мой стенд, поэтому показывать его как таковой уже может быть и не особенно актуально. Я сделаю вот так. Я открою в одном окошке TERU, а в другом окошке, например, BOSS. Вот. И, ну, например, сделаю вот так. Вот. Во-первых, у меня щелкнула рельюшка, ну, это, возможно, было слышно. Вот. Вторую тоже выключу. Вот эта вот синяя и красная рельюшка, они выключились. В TERе реакция произойдет не мгновенно, но мы сейчас увидим, что галочки, галки, которые символизируют в статус соответствующих реле, тоже через несколько секунд переключатся в состояние выкал. Переключатся, переключатся. Дождемся, что не переключатся. Вот. Вот они переключились. Ну, и то же самое со всеми остальными сигналами. Например, если я со стороны TERU поменяю уставку, то, видите, на стороне BOSS она тоже поменялась. Ну, в общем, это все одно и то же. Тут все честно. Далее. 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 Осталась у нас самая необычная, скажем так, часть – это приложение. Приложение. Снова идем в C-Web. Закрываем предыдущие проекты и открываем четвертый проект, который у меня называется Webinar App. Это, соответственно, проект, который подготовлен для того, чтобы сделать интерфейс уже приложение. Здесь он немножко по-другому выглядит, больше страниц, но это связано только с тем, что я использовал для своих проектов готовый шаблон, который сделали наши разработчики итальянские. Вот. И, соответственно, в этом шаблоне есть много уже готовых страниц, которые красиво отрисованы, красиво с точки зрения юзабилити именно мобильного приложения, поэтому здесь много всяких дополнительных страниц. Вот. Ну, и здесь та же самая, но понятно, что уже в случае с приложением размер экрана здесь уже такой другой, здесь полагается по умолчанию вертикальной ориентации экрана, поэтому мы имеем вот такое поле рабочее. Ну, сделаем здесь ровно то же самое. Вытащим сюда, допустим, допустим, такой же вот круглый индикатор, мне больше всех нравится в плане температуры, к нему прикрутим, к нему прикрутим температуру НТЦ, НТЦ тем причем, слайдер, тоже, разумеется, поставим, чтобы было видно, что мы что-то можем подвигать, и оно будет двигаться. Вот цвета мы сейчас поменяем. Вот. Это у нас аналог, это у нас setpoint, этический, это сейчас setpoint. Далее, ну да, сразу лимит поставлю, по-человечески 18.35 здесь, и тоже 18.35 здесь. Вот. Единственное, что цвет поменяю, вот, допустим, это самое, value color, поменяю на белый, например, чтобы на фоне вот этой темно-синего фона лучше смотрелось. А темно-синий фон, кстати, он тоже неспроста. Дело в том, что интерфейс, дизайн приложения, дизайн интерфейса приложений, он у нас имеет определенные рекомендации, каким должен быть фон, каким, какого цвета должен быть фон, какого вида, размера, конкретно, какого типа шрифт должен использоваться. Это все уже, так, я скажу, по-серьезному сделано, потому что все-таки мобильное приложение должно выглядеть по-взрослому. Понятно, что сейчас я делаю тоже такой примитивный интерфейс, но, в общем, если следовать всем правилам, то получается очень красиво. И самое важное, как я уже сказал, есть шаблон. Итальянцы, наши коллеги с завода сделали шаблон, который позволяет сильно упростить жизнь разработчику. Здесь я вот тоже сделаю белые символы, чтобы они были на темном фоне, лучше смотрелись. Вот так. Вот. Ну и кнопки точно так же вытащим сейчас. Уж чего уж там. Значит, две лампочки. Одна у нас будет, соответственно, свитч 1. Свитч 1. И она будет красная. И ее копия будет зеленая. и там будет свитч 2. Дежитал свитч 2. Вот. И переключатели тоже поставим. Какие-нибудь, какие-нибудь. Ну, не буду это сейчас выгодриваться. Я сейчас возьму вот то, что уже было. Вот такие вот они самые понятные. Поверну их чуточку. Вот только вот так вот сделаем. Вот так. Ну, как я уже сказал, не очень принципиально как-то будет выглядеть. Главное показать вам суть технологии и ее доступность. Так, диджитал, это у нас реле статус. Он у нас красный. И второй, это реле 2. он у нас будет синий. О, все. Загружаем точно так же. Значит, нажмем Enter, в смысле, дискетку. Выгружаем. Здесь технология выгрузки дальнейшая, она совсем специфическая, но ничуть не более сложная. Но тут надо понимать, что для того, чтобы иметь возможность выгрузить информацию для приложения, нужно иметь доступ к соответствующему порталу нашему, он называется Content Manager. И, собственно, в нем находится, в него загружаются проекты. Сейчас вы его видите, этот Content Manager. И, собственно, в него нужно положить созданный нами проект. для этого я просто существующий уже проект беру и заменяю в нем в разделе User Interface Control. Выбираю, какую именно папку выгрузить в Content Manager. Это у нас, соответственно, App, Export, вот эта папка. И подтверждаем все это. Continue. Сейчас интерфейс контента, который я сейчас сделал, выгружается в Content Manager. Все, выгрузился. Теперь смотрите, чтобы показать вам, что будет дальше, а, еще маленький момент, не все сделал. Дело в том, что, когда мы разрабатываем интерфейсы, когда разработчики разрабатывают интерфейсы для приложения, сначала они доступны только разработчикам, и находятся, они в статусе тест находятся, тест пакетс. Но для того, чтобы обычный пользователь, не сотрудник Карл, и не уполномоченный Карлом, инженер, чтобы конечный пользователь, короче говоря, не разработчик, а конечный пользователь мог на своем телефоне получить эту информацию, нужно сделать пакет, его нужно перевести в статус публичного, для этого здесь соответствующая кнопка, и еще нужно вот здесь так вот нажать, и в итоге паблик пакет вот у нас 20-й версии появился. Дальше что? Вот сейчас, на данный момент, эта информация уже доступна для того, чтобы использовать, чтобы она использовалась в мобильных телефонах клиента. Для того, чтобы показать экран телефона, я использую такую утилиту, матую, она позволяет показывать экран телефона. Собственно, так вот сделаю. Это мой телефон, я его сейчас рукой держу, опять же, из-за того, что камера что-то не переключилась почему-то, могу сейчас показать этот телефон в руке, но он у меня в руке. Выбираю контролл, открываю это приложение и, смотрите, я могу выбрать подключиться по Bluetooth, по Wi-Fi или через Terra. Сейчас не буду даваться всякие нюансы, самый для меня такой простой вариант сейчас это Wi-Fi. То есть, тот контроллер, с которым я сейчас демонстрирую, который вам сейчас, он в том числе виден, разумеется, в локальной сети, в которой он находится, виден через Wi-Fi. И я беру, нажимаю Wi-Fi, происходит поиск устройств, находятся те устройства, которые являются совместимыми, скажем так, с контроллой. Это, в данном случае, три устройства. один контроллер, CPECO CRU, это CPECO Caru Russia, демонстрационный, скажем так, наш объект, он тоже виден в ТР, и так далее. Далее, HMI-B36E, это сенсорный дисплей, который у меня тоже тут на столе лежит. И, может быть, если у меня камера все-таки заработает, я еще покажу это все-таки живьем, чуть позже попробую. А вот это CPECO mini с последовательностью цифр, букв, это как раз мой контроллер. Это дефолтное название контроллера, он так выглядит, такое название имеется у контроллера при выходе с завода. Но его можно заменить при желании в настройках приложения. Нажимаю на CPECO mini вот этот с сейным номером и вижу старый интерфейс. Почему? Потому что я не обновил приложение не обновил контент. Смотрите, в меню апплики, контролла апплики, есть раздел менеджер пакетов. Если я в него сейчас зайду, видите, у меня здесь сейчас загружены два пакета, два контента для двух разных контроллеров. И тот, который вебинар 18.06, на нем стрелочка синенькая вниз означает, что этот пакет имеет обновление, для него существует обновление. Так, сейчас надо разъединиться, разъединить. Вот так. и после этого нужно зайти в менеджер пакетов. И тогда будет возможность эти многоточие, точки появились таки справа от названия вебинар 18.06, 20, 20. Если я нажму эти кнопки, будет можно обновить, удалить или обновить. Ну, разумеется, я обновлю. То есть сейчас я в телефоне, в этом телефоне обновляю пакет для вот этого контроллера. Ну, потому что я вот только что изменил контент-менеджеры в облаке. Сейчас он обновится, и мы увидим, что получится. Вот он обновился, теперь снова идем в соединение, выбираем Wi-Fi, снова видим, ну, сейчас там появятся все наше устройство, они в разном порядке появляются, с разной скоростью. Вот, нашлось у нас устройство, и видим, да-да-дам, так, все, да, все нормально. Видим, по крайней мере, что-то похожее на то, что я рисовал только что. У меня действительно сейчас не горят обе лампочки, выключено оба тумблера, ну, соответственно, вот, допустим, сейчас щелк, наверное, было слышно, сейчас молча нажму вторую кнопку, щелкнуло второй рейн, честно слово щелкнуло, и вот сейчас, допустим, щелкну вторым зеленым тумблером, вот он щелкнул, видно, что это изменение произошло. Ну, то же самое будет, разумеется, и со всеми остальными параметрами. И вот теперь, если мы соберем все это, как говорится, в кучку, смотрите, сейчас мы откроем сразу все, откроем сразу все, даже можно и ладно, вот так сделаем, значит, откроем сразу все, и собственный веб-интерфейс контроллер, и БОС, и ТЕРУ, так, где ТЕРУ у нас, ТЕРУ я им закрыл, ну ладно, сейчас откроем снова, ТЕРУ, и ТЕРУ тоже мы откроем, и ТЕРУ тоже мы неудачно, подтащил, вот так сделаем, так, это у нас вот этот объект, и, соответственно, обзор, ну, вернее, вот, сейчас обзор, так, 29, обзор, в итоге, я как раз сейчас и хочу вам показать, что, значит, независимо от того, из какого места я буду сейчас подключаться, меня, значит, управлять оборудованием, моим контроллером, этот, результат этого управления будет виден отовсюду, так, включу у нас камеры, попробую еще раз включить камеру, о, сейчас сработало, сейчас мы увидим физическую, физическую картинку, так, это мы свернем, это мы так, это мы свернем, это мы сюда подвинем, вот, чтобы все было видно, ну, более или менее, как-то вот, чтобы утрамбовать это на экране, так, это нам здесь не надо, вот, и вот видите, допустим, я сейчас выключаю, значит, синий выключатель, например, прогресс, во-вторых, везде, компьютеры, которые немножко более задумчивые, это уже, видно, ну, и в Терри тоже это сейчас произойдет, вот, ну, приложение видно, что быстро работает, щелк, второе, вторая рулюшка, вот еще вторая рулюшка, вот, ну, и вот в Терри это все уже, до нее дошла эта информация, ну, в принципе, вот так это выглядит, и в целом, вот именно это я и хотел показать, то есть, то, что единым инструментом мы имеем возможность управлять нашим, вернее, делать кастомизированный веб-интерфейс. Ну, и, кстати, тогда уже просто для полнатой картины заодно покажу тот дисплей сенсорный, который у меня здесь лежит, тоже на столе, он, в нем проект загружен, разумеется, сделан и не в СВЭБе, а в другой среде разработки, в СИТАЧ, в этой среде разработки делаются интерфейсы для наших сенсорных панелей, вот в нем сделан интерфейс, который, ну, соответствует тому проекту, который сейчас загружен в контроле, и, например, если я нажму, сейчас вот здесь вот на кнопку, вот тоже включилась лампочка, ну, и, соответственно, везде убежало красное включение, включение красного выключателя на всех остальных инструментах наших диспетчеризаций, вот, включу синюю лампочку, включилась синяя лампочка, значит, пошло это дело видеться везде и в остальных местах, вот, ну, в принципе, это все, так, концептуально, что я хотел рассказать, если есть вопросы, я, разумеется, с удовольствием не их отвечу, тем более, что формально мне сейчас осталось 13 минут, так, значит, есть вопросы, эти шаблоны, какого-то доступны, до скачивания, строго говоря, да, но мы пока еще не начали, как бы сказать, распространять контролу, как продукт, это продукт, который планируется к выходу, планируется к доступности для клиентов в обозримом будущем, и, разумеется, мы будем проводить с ничего тренинги, то есть для того, чтобы можно было использовать этот ресурс, предполагает очень серьезная, скажем так, подготовка, и еще один момент, нужно понимать, что это коммерческий продукт, то есть использование контент-менеджера, это, контент-менеджер, это платный ресурс, он будет, ну, какие-то разумные деньги стоить, но это платный ресурс, то есть мы готовы, умеется, обсуждать проекты, ваши, так сказать, задачи для реализации, в том числе, части мобильных приложений, но просто имейте в виду, что это коммерческий продукт, это, к сожалению, не бесплатный, не бесплатный, не бесплатный ресурс. А, да, кстати, вот еще, что я хотел показать, что просто было полное понимание насчет, насчет возможностей приложения, вот то, что я говорил, что контролла и апплика, эти две программы, они, ну, я сейчас использую контроллу, значит, визуализация, которая в ней присутствует, зависит от того, к какому контроллеру я сейчас подключился. И вот сейчас я подключен к моему вот этому контроллеру, который у меня на столе, и, соответственно, там у меня прописаны индивидуальные определенные, которые позволяют приложению понять, что вот сейчас мы подключились к этому контроллеру, нужно показывать именно такую картинку, именно такой контент. Но, если мы отключимся от этого контроллера и, например, выберем Bluetooth, то мы увидим здесь другого устройства, это кабинет. Это у меня еще один контроллер тут лежит, это перспективный наш контроллер, это параметрический для стеновентиляции, который также имеет возможность управления через мобильные приложения. У него Bluetooth встроен просто. Вот если я нажму кабинет, как подключусь к этому контроллеру, то вы увидите совершенно другой интерфейс. Почему? Потому что контроллер понимает, что сейчас мы подключили к другому контроллеру и показывает контент, соответствующий этому другому контроллеру. И поскольку это вентиляционная установка, здесь, видите, вот так вот это все выглядит, здесь уже, конечно, посерьезнее нарисован интерфейс, здесь много разнообразных, где можно менять параметры системы, режимы установки и так далее. То есть это уже такой боевой, скажем так, инструмент. И в ободрелом будущем эти контроллеры будут доступны для рынка. Поэтому этой демонстрации я хочу показать, что это не, во-первых, это не просто игрушечный какой-то инструмент. Это очень серьезный проект, который распространяется, я не буду контролла, распространяется на все наши новые перспективные оборудования. И в частности, это касается оборудования, которое предназначено для вентиляционных систем. Те, кто был на мире климата, могли видеть эту демонстрацию ранее. Просто сейчас у меня установки нет, и нету симуляции температур, поэтому там вот такая странная температура и тревоги на рекуператоре, электрическом колорифере и охладителе прямого испоения. Но вот как бы концептуально это выглядит так. То есть если это была бы боевая установка, то, разумеется, там все. Не было бы этих самых тревог. Вот. Значит. Вот. Ну, собственно, вот это я хотел сказать. Вопросы. Так, шаблоны. Ну, а да, про шаблоны. Я уже сказал, что они доступны, но вот после прохождения обучения. И, как говорится, прощайтесь, будем рады обсудить конкретные условия. Так, язык программирования какой? Язык программирования, ну, для веба, это джава, конечно. То есть когда нужно делать что-то, выходящее за рамки кнопок стрелок из библиотеки, это, конечно, традиционный для такого рода задач джава, там, джава скрипты. В общем, нужно иметь определенный опыт программирования, чтобы сделать что-то серьезное. В частности, вот такой интерфейс, как сделан для винтустановки. Он, конечно, посложнее будет, чем то, что я сейчас вам все не показывал. Он такой, ну, много программинга. Но в целом это все абсолютно доступно для грамотного человека. Так, сервера еще в Италии. Значит, да, пока еще в Италии, но в обозримом будущем он будет локализован, и это абсолютно конкретный план, который имеет наша штаб-квартира. Есть ли обещающие видео о поставке проектов на ПЦО-3? Так, ну, ПЦО-3, скажу я вам, во-первых, значит, прямой ответ на вопрос – да. Потому что для ПЦО-3 программы делаются в Вантуле, и, разумеется, тренинг для Вантуру существует, безусловно. Но обращаешь внимание, что ПЦО-3 – это устаревший контроллер, они уже сняты с производства, уже год назад как полностью сняты с производства. И для них есть замена, ПЦО-5, в частности, ПЦО-5+. Так, все технологические вебы, интерпретация, реализация, процесс проект Карл, мы понимаем, системы оптимизации и диспетчеризации. Честно говоря, не совсем понял вопрос Ткачева Валерия Мефодьевича. Если вам все понятно, я очень рад, если доступно объяснил. Ну, как-то так. Собственно, осталось не очень много времени, я думаю, что не имеет смысла его растягивать. Если у вас еще есть вопросы, я готов на них ответить, как в онлайне, так и в офлайне, впоследствии по телефону, по электронной почте. Ну, в целом, вот все, что я хотел вам рассказать сегодня, я рассказал и показал. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok